Продавец, который мне его отправил, он знаешь, что сделал? Он меня наебал. Неудобно доставать! Вот это ты, конечно, тоже дурак. Красиво. Но оно реально со вкусом горячего шоколада. На себя лучше так не резать. Какое красиво тушь! Нет! И вот рисуешь ты или стрелку, или брод такую идеально тонкую, и прям... Здесь тоже написано, что они должны быть со вкусом шоколада. Ребята, мне сегодня пришли целых 1, 2, 3 адвент-календаря. Сейчас я вам их покажу, и будем все снимать. Смотрите, какая огромная куча всего. Здесь у нас проспойлеры вам. Адвент-календарь от Мак, адвент-календарь от Кат Крис. А это у нас... Ой, не от Кат Крис, Кат Крис это техника макияжа. Там, кстати, Давид как ушает. Это Кат Крис, техника... Господи, да какая техника? Короче, бренд называется Кат Рис. Хороший бренд, извините, я просто туплю. И третья посылочка у нас, что адвент-календарь от Революшн. Я, кстати, уже снимала адвент от Революшн, но... Но, но... Продавец, который мне его отправил, он знает, что сделал? Он меня наебал, потому что он отправил мне адвент-календарь 20-го года. А в 21-м году есть несколько адвент-календарей от Революшн, и я взяла тот, который самый бюджетный. То есть сейчас мы будем с вами смотреть не Драгуси, мега-пипец классный, адвент-календарь от Революшн, а наоборот самый бюджетный. И посмотрим, годно там все, или, как говорится, так не говорится, негодно. Первое, что хочется отметить, я заказывала вот с этого сайта. Не знаю, что сайт, честно. Вообще, откуда нам это все пришло? Сибая. Это Сибая? Нет, это не Сибая, но это не Сибая. Так вот, тут видишь, две коробки еще. А, вот из Чехии? А, вот из Чехии, короче, сайт. И, видимо, при покупке адвент-календаря в Революшн они положили мне еще подарок. Вот такой вот скульптур и хайлайтер, палеточку. Красиво. И вот такую вот штуку, плюр стик. Я, честно говоря, не понимаю объем праймера. Он какой-то промышленный. Мне кажется, этот праймер размером, блин, ну знаете, как вот половина лака для волос. Вот он такой же огроменный. Пип-яу. Не знаю, зачем мне так много праймера, но что ж, будем пробовать. Как говорится, революшн-дареному в зубы не смотрят. А вот и наш адвент-календарь, который сегодня будем распаковывать. Его можно подимонтировать. Эти адвент-календари оставим на потом. Вот так вот выглядит этот адвент-календарь. Называется он 12 дней шоколада. Что еще посмотрим? Блин, там мои грязные чашки. Вы их не видели. Давайте сделаем. Видите, что вы их не видели. Смотрите, как красиво. По-девчачьи, блестяшки и свечи. Ай. Ай. Вот. Блестяшки и свечи. Сама коробочка выглядит следующим образом. Давайте ее возьмем и распакуем. Здесь так просто ничего не открыть, как от прошлогодних адвент-календарь, которые я уже распаковывала. Поэтому нож, он хорош. Я стараюсь вот сюда не смотреть, но меня реально очень сильно бесит то, что они делают спойлеры прям в самой-самой главной крышке. Кот, не залезай в посылку. Достаем. Вот это я, конечно, дурак. Вот это ты, конечно, тоже дурак. А что? А как это понимать-то? А, все нормально. Ага. И вот как выглядит этот адвент-календарь. Что ж, давайте начнем с цифры 1. Походу, что это будет кисть, потому что здесь, видите, вырезаны прям четко по форме продукты. Но я буду угорать, там помада, Канде, кажется. Прекрати нападать на коробку, пожалуйста. Что ты делаешь? Эрил, что ты делаешь? Объясни, пожалуйста, зачем ты нападаешь на коробку? Прекрати. Что ж, давайте приступим к распаковке этого адвент-календаря и посмотрим, радует нас он будет или все-таки печалить. Это достаточно бюджетный адвент-календарь. И стоил он ровно вот столько. И в отличие от большинства, знаете, таких прям пафосных крутых адвент-календарей, купить этот адвент-календарь, в принципе, ну, мне кажется, можно будет везде. Потому что я его находила на огромном количестве сайтов. Надеюсь, он там находится не потому, что он какой-то отстойный и проходной, а потому что он реально классный и его всем надо. Посмотрим. Не хочу портить свои ногти. Я их и так уже умудрилась испортить, поэтому буду делать вот такие вот опасные движения. Достаем и ожидаемо здесь была кисть. Ну, в целом, приятная, очень красивая, симпатичная по дизайну кисть. Я, конечно, не главная любитель розового, но, блин, она прям мне нравится. Посмотрите на это великолепие. Розовенькая, пушистенькая. В отличие, кстати, от прошлого календаря. Не хочу вот, знаете, вам спойлерить, но там тоже были кисти. И кисти там были другие. Определимся на том, что они были другие. Короче, кисть такая, для чего она вообще нужна. Я лично использую такие кисти для румян нанесения. То есть, тот макияж, который сделан у меня сейчас, сделан практически такой же кистью, только от Lime Crime. И я буквально вот так вот растушевываю румяно. Мне так нравится, так комфортно. На самом деле, у меня еще просто, ну, очень-очень много других адвент-календарей. И это, конечно, пипец. И я еще примерно столько жду. И несмотря на огромные траты, я очень радуюсь, что у меня есть вот это. Кредитная карта с хэшбэком и кредитным лимитом аж в 700 тысяч рублей. Тиняков, платину. Знаете, в чем прикол этой карты, кроме того, что вы выглядите, конечно, ну, очень фэнси вместе с ней? Фэнси. Во-первых, вы не платите проценты по кредитке. До 12 месяцев покупки в рассрочку. 120 дней за погашение карты и других кредитов. До 55 дней за другие покупки по карте. Кстати, чтобы сделать заявку, нужен всего-навсего только лишь паспорт. И вы получаете бесплатную быструю доставку вашей карты по всей России. Еще тут есть банк в мобильном приложении. Можно проверять баланс, оплачивать услуги и получать помощь в чате 24 на 7. Ну, если вдруг что произойдет. Удобное пополнение и снятие в любых банкоматах. Бесплатно пополняйте кредитку наличными или переводом с других карт. Кэшбэк до 30% в бонусах, где один бонус равен 1 рублю. Вот один. Один. Равно. Вы можете это тратить на компенсацию ваших покупок в ресторанах, в кафе, в кинотеатрах. Даже на покупку железнодорожных билетов. Ссылочка на все это будет в описании. Знаете, что самое главное? Если вы заполните заявку по моей ссылке до 22 ноября, то у вас будет бесконечно бесплатное обслуживание этой карты. А если не заполните, то будет 590 рублей в год. Поэтому лучше бы вам поспешить и посмотреть ссылочку, которую я вам оставила. А мы продолжим дальше распаковывать адвент календарь. Распаковываем номер 2. Знаете, не люблю вот такого плана штуки, потому что мама маникюр со стразами, между прочим, со стразами Сваровски. Отваливается из-за этого. Я уже пожертвовала некоторыми камнями. Ладно, отставить бой. Неудобно доставать! Нет, тот календарь мне нравится больше. Это доставать неудобно. Ладно, я все равно достала. Здесь была вот такая вот помадка. Кстати говоря, она называется шоколад. Но и логично то, что цвет у нее похож на цвет, знаете, такого топленого беломолочного шоколада. Но все еще я не встречала плитку именно такого оттенка. То есть молочный шоколад даже у меня ассоциируется с чем-то более коричневым. Но да ладно, давайте ее протестируем. Потому что в тот раз мне написали, что было бы неплохо тестировать. И так у нас здесь не очень много предметов. Можем себе позволить и тест сделать. Так, стираем очную губу. И берем помадку. Кстати, на камере, которая камера, она кажется другому, что выглядит. Относим. Знаете, я не уверена пока, что у меня подойдет этот цвет. Потому что какой-то он кажется светлый. Хотя на губах он вообще мне кажется как будто прозрачный. А какой-то на самом деле-то... Да нет, не прозрачный нифига. Только почему-то он тут кажется розовым, а в упаковке коричневым. Видимо, упаковка как-то цвет искажает. Но оно реально со вкусом шоколада. Абсолютно даже не шоколада, а горячего шоколада. Я хочу горячего шоколада. Видите, тринк-чоколад. Много его там. Я настоящий гуль, все остальные фейки. В паспорте записано его как в Кентонейке. Господи, да не, он не записан на это утро вообще. Их стало двое. И зачем? Я же помаду хотела накрасить. Я не знаю, насколько эта помада будет стойкая, но я настоящий гуль, все остальные фейки, как говорится. Так, буквально говорится. Ах, я тринк-чоколад. Ну, знаете, заодно и проверим, насколько эта помада будет стойкой. Потому что здесь про слось ничего не написано, а мы ее знаем заодно. Но в ощущении это обычный велес для губ, который не будет матовой помадой, которая никаким образом там, не знаю, в губы не впитается. Так что, скорее всего, это чисто просто приколдесный запах. Господи, ну этот запах лучше, чем мой горячий шоколад, хотя мой горячий шоколад очень вкусный. Оцените цвет. Ну, знаете, такая просто профессионалка как будто. Профессионалка. Номер три. Ну, очевидно, здесь что-то круглое, потому что нарисован круг. На себя лучше так не резать. Да твою мать, это зеркало, что ли, это бестолковое? Ребят, тут бесполезное зеркало было. В том адвент-календаре, которое я просто нахваливала вдоль и поперек, очень зашло. Тоже было вот то же самое. Вот нафига оно? Вот просто оно бесполезное, оно неудобное, оно маленькое, в него смотреть не супер классно, в него даже держать неудобно. Была бы вот тут какая-нибудь такая нога, вот такая вот конструкция, было бы ладно, еще нормально, но это бесполезное маленькое зеркало. Не нужно. Лучше бы положили румяный или хойлайтер. Ладно, я не буду бомбить. С блестками все выглядит лучше. Ой, кажется, у вас снимается притая камера. Вы что думали? День номер 4. Так, ребята, прежде чем мы с вами продолжим, я должна у вас спросить. Здесь названы числа от 1 до 12. 12 назвать нельзя, потому что в 12 обычно самые классные вещи кладут. Как вы думаете, в числе от 1 до 11? Какой продукт будет самый классный? Давайте сделаем ставку. Я ставлю ставку на то, что самый классный продукт будет под номером 7. Я не знаю почему, но мне хочется верить, что 7 будет класс. Это издевательство, а не адвент календарь. Зачем? О! Кажется, номер 4 порадует нас с вами румяшечками. Вот заодно и протестируем ту щетку, которая была в самом начале. Румяна, кстати, очень приятного цвета. Они такие персиковые, и здесь тоже написано, что они должны быть со вкусом шоколада. Что ж. Нет, они пахнут синтетическим китаем. Мы используем с помощью вещей, которые были в комплекте. Поставим одно на другое. Ладно, я говнила это зеркало, но буквально его можно использовать так, хотя и не нужно. И возьмем румяна, стряхнем, попробуем. Не знаю, у меня уже все в румянах, но давайте нанесем сюда. Хотела я сначала сказать, что нет фигмента, но потом я увидела, что он все-таки есть, но кисть что-то какая-то не суперудобная на самом деле. Возможно, она просто ее нужно помыть, потому что, видите, она немножко изломалась. Возможно, проблема в этом. Но в целом, ладно. Сначала хотела сказать, что нет, но вижу, что да, отличный румяна, очень яркий. Вы сами, я думаю, это прекрасно видите. Добавим сейчас сюда, сюда. Господи, я по концу это увидела. Наверное, вся оранжевая, розовая, красная будут. Нет, приятно, приятный цвет. Он достаточно синтетически розовый. Честно, я правда думала, он будет немножко более по-нейтральнее, как у меня, например, здесь. Но нормально, нормально. Уверена, что у него найдут свои любители и, возможно, даже найдут свое место и в моей косметичке. Вряд ли это полноразмерный продукт, но я не фанат Революшн, то есть я с ними особо не пользуюсь. Поэтому, если кто за них шарит, скажите, это фулсайз или тревелсайз. По объему у нас здесь 2,5 грамма. Цифра номер 5. Что-то вытянутое, скорее всего, тут будет тоже блеск какой-нибудь или будет тушь, кстати. Календарь не переживает этого вмешательства, но я ошиблась, здесь была кисть. Но с кистью вот этой уже как-то сложнее. Сейчас обосну, почему. Видите, она плоская, она маленькая, кстати, тоже почему-то погнулась. Но вот эта вот кисть, в отличие от той, она изначально создана для чего? Чтобы делать вот сюда вот, наслаивать тени. Но она очень маленькая даже для моего, не супер большого века. Поэтому, если уж она и для чего нужна, то разве что только вот эти вот какие-то элементы делают графические, потому что с остальным будет сложно. Можно делать все гораздо проще. Честно, если бы они положили обычную вот эту вот штамповочную кисть, которая была бы просто подлиннее да побольше, было бы шикарно, потому что у нее очень удобный размер. Я, в принципе, не люблю супер длинные кисти, я стараюсь вот как раз-таки покупать такого формата. Но в остальном, типа, мне все еще не очень понятно, зачем она нужна. Разве что сюда хайлайтер добавляют, но, опять-таки, не знаю, не самая, наверное, необходимая кисть. Ну что ж, посмотрим. Возможно, там будут классные хайлайтеры, которые мы с вами этой кистью и нанесем. Минутка гулевого кофепития. Хотя, да, гулевое кофепитие должно быть кофе, а я пью горячий шоколад в настоящей позе. Просто какой-то Кен Канеки, я тебя умоляю. Ты максимум... Ну, я майки. Ладно, не знаю, почему. Дракен, Кенчик, господи. Геншин. Знаю много слов. Я знаю, что очень много блогеров, в том числе тех, которые, ну, я с ними знакома, и хорошие девчонки, хорошие ребята делают обзирание адвент-календарей зимой. Но вы мне зачем-то об этом начинаете говорить. Я очень рада, что какие-то другие блогеры тоже делают обзоры на адвент-календарей, они делают это в своем стиле. Но не надо мне писать, что какой-то блогер делает это в другом стиле, показывает больше, рассказывает больше, делает, там, не знаю, лучше, потому что, как бы, imagine, вы все еще находитесь на моем канале, и я не ставлю себе целью рассказать вам про каждый продукт. Я ставлю себе целью распаковать адвент-календарь, показать, что там находится. И мою реакцию, как если я была бы обычным покупателем и человеком, который не является бьюти-блогером, который, там, не знаю, не шарит за косметику и не умеет рисовать стрелки с первого раза за 2 секунды какого-нибудь такого формата. То есть, как обычный, просто рандомный человек. Поэтому я очень рада, когда какие-то супер-профессионалы что-то там открывают. Но у меня свой стиль ведения канала, поэтому, если вам просто не нравится мой контент, вы в целом можете его не смотреть. Зачем ты вообще досмотрел этот момент, если тебя так сильно раздражают? Иди смотри там других блогеров, которые сидят и очень мило распаковывают каждое средство. Не в коем случае мы мне в обиду, потому что это их стиль. А мой стиль покромсать от твоего календаря, сказая что если что-то говно, что это говно. Уж очень гоменэ-гоменэ. Вообще, мой образ, меня же не видите. Вы реально думаете, я буду сидеть такая, девочки мои хорошие, сейчас мы с вами достанем тушь. Какая красивая тушь. Нет, боже, хватит. Поболтали, поехали дальше. Кстати, помада все еще на губах, хотя она вообще явно не должна быть на губах, она буквально слезает. Так вот, дальше у нас номер АО 6. Те, кто смотрел прошлую распаковку, понимают, откуда такая реакция. Тестировать я это не хочу, но здесь был вот такой вот блеск для губ. Если честно, возможно, если вы смотрите это видео впервые такого плана, то вы думаете, что средство какая-то ерунда и напоминает детскую косметику. Я абсолютно на вашей стороне, потому что буквально думала так же. Но в том видео я попробовала, и это оказалось хорошим продуктом. Но выглядит, понимаю, не очень. Давайте занюхнем. Нет, оно не пахнет как шоколад. Оно пахнет клубничным детским вареньем. Собственно, моя ставка на цифру 7. Ожидает ли нас разочарование? Или я победил? Тут палка о двух концах, потому что это действительно палка. Не могу сказать, что это явно лучший продукт из того, что здесь есть, потому что здесь черный карандаш. Черный карандаш – вещь крайне валидная. Сейчас мы его немножечко протестируем. Ну, не знаю, куда его нанести. На нижнюю границу, конечно, мне не хочется наносить, потому что у меня здесь уже все есть. Но докрашивает кусок тут, отвалился. Подводки. Не знаю, можно рознику нарисовать. Честно говоря, я думала, что карандаш будет правда хуже. Но он действительно что-то рисует. И даже на подвозку он хорошо перекрывает. Так что в целом ничего не могу сказать про этот карандаш вообще ни разу плохого. Но он просто обычный, нормальный, хороший карандаш. А, я знаю, что я могу сделать. Я смогу вот эту вот зону подвести, потому что нижняя века я ненавижу подводить. Верхняя я тоже, на самом деле, слизистая никогда не подвожу, потому что после вонючей лазерной коррекции зрения каждый раз, когда туда что-то наносите, если оно не очень хорошего качества, мои глаза идут просто супер по одному месту. Вот заодно и посмотрим, насколько они по одному месту пойдут после этого карандаша. И будет ли вообще какая-то разница? Накрашу только этот глаз, чтобы мы видели с вами контраст. Извините, мне неудобно красить это маленькое зеркало, поэтому я поступлю следующим образом. Так, я прокрасила мою верхнюю слизистую ресничный край. Скажите, пожалуйста, если бы вы не знали то, что я прокрасила, бы вы увидели разницу между этим и этим глазом? Ну, я бы, наверное, видела только вот если с такого ракурса смотреть, тогда да, действительно видно. Но ничего не могу сказать. То есть это ни хорошо, ни плохо. Но вы скажете свое мнение, мне будет интересно и валидно его послушать. Поехали дальше. Следующим номерком у нас идет номер 8. Он тоже прямой. Возможно, это будет карандаш для губ. Мне кажется, что будет карандаш для губ. А по факту еще одна кисть. Нифига, этот альбом какой-то богатый на кисти оказывается. Кисть в данной ситуации вот такая. Кто-то использует ее для того, чтобы рисовать стрелки, кто-то для бровей. В целом, это просто обычная хорошая кисть. Я про нее ничего плохого ничего не могу сказать. С тем лишь исключением, что она, по-моему, как и в прошлом адвент календаре Revolution, имеет не супернабитую форму. То есть она достаточно мягкая. Я не уверена, что супермягкой кистью можно прорисовывать на самом деле тонкие линии. Поэтому, ну, тут хозе. Если вы привыкли к мягким таким кистям, вам будет чил. Я же привыкла, чтобы они прям, знаете, такие вот жесткие, очень жесткие были. Грубо говоря, ну, прям как вот картонка. То есть, чтобы прям его трясут, что или стрелку, или бровь такую идеально тонкую. И прям... Поехали дальше. Следующий номер номер 9. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что для достаточно бюджетного адвент календара наполнение действительно здоровское. И мы явно уже с вами, так скажем, сэкономили кучу денег. Но мы даже еще не все открыли. Я пытаюсь его достать, я его пытаюсь достать, и я его достала. И что я достала? А, фиксатор для бровей. Это миниатюрка. Средство для бровей пахнет невкусно, но это все-таки для бровей вряд ли бы, да, они сделали ему шоколадную отдушку. Хотя, как знать, как знать. Календарь все-таки называется нечто, связанное с шоколадом. А по факту, из шоколадных продуктов у нас получается только помада была. Не знаю, что сказать про гель для бровей. Прозрачный, обыкновенный, нормальный. Приближаемся к десятому номеру. На самом деле, мне очень грустно, что весь этот адвент-календарь выглядит, ну, не очень после того, как мы его вскрываем. Потому что, например, если кто-то... А, где средство? Он туда куда-то утекло. Да блин! Если кто-то захотел бы, например, по дням реально раскрывать продукты, то он бы каждый день открывал бы вот такой адвент-календарь, и выглядело бы это уже не так классно. Но, возвращаясь к вопросу о том, что у нас что-то есть еще шоколадное. Это, очевидно, еще одна помада. Я так понимаю, что по цвету она чуть-чуть более темная, чем та. Ну, совсем малость. Она даже... Видите? Нет, особо никакой разницы. Поэтому не вижу смысла ее перенаносить. По запаху тот же самый шоколад. Горячий шоколад. Это у нас был с вами номер 10. Осталось две позиции. Одиннадцатая. Походу, будут тоже какие-то или румяные, или хайлайтеры, я думаю. И я была права, здесь хайлайтер. Кстати, хайлайтер, на удивление, достаточно темный. Я бы даже сказала, что он больше по вайбу напоминает какой-то бронзер. Все еще не пахнет шоколадом. Давайте их посмотрим, протестируем. Ну, слабовато, слабовато. Конечно, они блестят больше. Это похоже вообще ни разу не на хайлайтер, а реально или на бронзер, или на какие-то тени, потому что цвета вообще не видно. То есть, что еще здесь объяснять? Его нету. Неприятно. Ну, и последний номер, под цифркой 12. Здесь, конечно же, должна быть палетка теней. Знаете, откуда я знаю? А потому что... И... Та-та-та-та-та-дам! Палетка в форме шоколадки. Это, по-моему, достаточно популярная линия. И если мне не изменяет память, есть очень много серий с шоколадными плитками. По-моему, даже у меня какая-то была, я покупала до какого-то видео. А внутри, собственно, тени вот таких вот цветов. Ну, честно говоря, да, это вроде коллекции розовый шоколад. И здесь действительно есть и розовые оттенки, и что-то вроде шоколадные, даже какие-то золотые. Но в целом не могу сказать, что я испытываю какой-то восторг от этих цветов. Но это, опять-таки, вкусовщина. Здесь, кстати, есть зеркало, поэтому вдвойне, не понимая необходимости было класть то отдельное маленькое зеркало, лучше бы реально туда положили или пудру, или тушь, ну, какую-то более полезную вещь, учитывая, что реально в коробке-то зеркало есть. Что ж, ребятки, вот такой адвент-календарь мы сегодня с вами распаковали. Ждите новых видео из этой рубрики, потому что они будут. А я не пойду с вами прощаться, потому что я пойду снимать как раз-таки следующее видос с адвент-календарем. Чмок. Я потратила на него 30 с хреном тысяч рублей. А, там что-то вываливается. Секси. 37 тысяч рублей, обвещает Мак в этом году. Это, подожди, это цвет даби. Мне очень нравится этот адвент-календарь. А-о, а-о, а-о. Просто радуюсь, потому что пока что все хорошо. О-о, боже, я только и делаю, что вру. Розовая упаковочка. У меня как будто баян. Я им никому не буду дарить, потому что один из моих самых любимых цветов. Подождите, а что это такое? И чтобы у вас прям макияж на глазах был. Можете вообще чего угодно с вашими губами делать. Можете хоть и донос их дорисовать, если используете такую базу. Так, вот сейчас я сама посмотрю, а потом вам покажу, что там.